МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите выпуски. К работе все готово. Филиал Государственного фонда защитники Отечества открыли в Биробиджане. Золотой фонд истории области. Свой 95-й день рождения отметила областная научная библиотека имени Шалома Лейхима. Идеи в цифре. Научно-практическая конференция прошла в Биробиджанском кванториуме. В Биробиджане открылся областной филиал Государственного фонда поддержки участников СВО защитники Отечества. Указ о его создании еще в начале апреля подписал президент России Владимир Путин. Главная цель фонда – это персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, качество предоставления социальных услуг дальневосточникам находится на контроле полпреда Юрия Труднева. Задача фонда – это оказание помощи бойцам, вернувшихся со специальной военной операцией, оказание помощи семьям погибших. В необходимых случаях будет оказываться помощь по получению всех мер поддержки, по лечению, по обучению в новом специальном всем подводу устройства. Координаторы и персонал фонда прошли специальное обучение, и перед ними стоит задача следить за тем, чтобы бойцы и члены их семей получили все полагающиеся им меры поддержки – медицинскую, психологическую и социальную помощь, санаторно-курортное лечение, помощь в обучении, трудоустройстве и решении бытовых вопросов. Все эти услуги будут оказываться адресно и персонально. Работа будет вестись в тесном взаимодействии с правительством региона. В свою очередь правительство области продолжит работу по поддержке, но уже теперь совместно с фондом мы будем дальше продолжать эту работу, и я думаю, что мы ее будем вести постоянно теперь, по всей видимости, но в любом случае она должна закончиться победой. Фонд «Защитники Отечества» также будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи и привлекать к участию ветеранов специальной военной операции. Областной филиал фонда находится в Биробиджане по адресу Проспект 60-летие СССР, 26, в здании ЗАГСа. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21. Без малого век. 95-летие отпраздновала Биробиджанская областная универсальная научная библиотека имени Шалома Лехима. Праздничное мероприятие решили провести 27 мая – вообще «Российский день библиотек». Начало свою деятельность учреждение с 2028 года, когда было принято решение собрать все мелкие библиотечки, создав одну общую библиотеку. Учреждение сегодня – главное книгохранилище краеведческой, отечественной и иностранной литературы в области, основной информационный, образовательный и культурно-просветительский центр. К сегодняшнему дню мы подошли к тому, что мы, как и были, как и задумывали, были главной библиотекой, причем национальной библиотекой территории. Так мы и остались, потому что у нас уникальные фонды, которых нет в городской, допустим, библиотеке, но у ней нет таких задач. А у нас как раз мы собираем вот этот обязательный экземпляр. Первое – все то, что издается у нас, газеты все у нас старые, оцифрованные. Начали праздник на пешеходном участке улицы Ленина, прилегающем к зданию учреждения. Для гостей мероприятия подготовили небольшое представление с еврейским колоритом, после чего празднование продолжилось в читальном зале в формате литературно-музыкального вечера. Поздравить коллектив с днем рождения учреждения пришли депутаты области и города, руководители органов исполнительной власти, работники и ветераны сферы культуры, искусства и науки. От имени губернатора поздравил библиотекарь и зампредседателя правительства ИАО Илья Семенов. Он пожелал коллективу успехов, поблагодарил за ответственную работу и вручил награды главы региона. «Огромное вам спасибо за вашу работу, за то, что вы делаете, за то, что вы делаете не только в рамках непосредственно прихода людей и чтения книг, но и все то, что связано с сохранением всего того наследия, которое было произведено в предыдущем поколении». После торжественной части гости мероприятия смогли ознакомиться с новой экспозицией, где собрали уникальный материал, раскрывающий историю библиотеки и книжные культуры в Еврейской автономной области. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Ежегодная научно-практическая конференция прошла в детском технопарке «Кванториум». Спикеры представили 10 проектов, направленных на развитие учреждений и региона. «Каждый год в мае мы проводим научно-практическую конференцию, которая является итогом года, где дети представляют свои лучшие проекты, защищают их и выпускаются некоторые из них, а некоторые остаются и работают над этими проектами в следующем году». Каждый участник начинает разрабатывать свой проект с начала учебного года. В реализации детям помогает наставник. Одна из 10 задумок была направлена на создание единой платформы для «Кванториума». Возникла идея, мы начали работать с наставником, разрабатывали макет и вот уже в этом году присоединился Максим, он занимается в нашей команде как раз таки технической составляющей, то есть работает как программист. И вот работа все еще ведется, она очень плотная, надеюсь в скором времени мы сможем показать вам уже готовый проект. Главным итогом проекта группы «Анжелики» Максим останет сайт, где каждый преподаватель сможет подгрузить свой конкурс. «Готовый продукт – это сайт, на который может зайти каждый наставник, либо участник, он может быть не из «Кванториума», то есть система по сути будет открытой и может пользоваться школьник, то есть это система, в которой можно будет просто участвовать людям в конкурсе, который предоставляет «Кванториум». Каждый участник научно-практической конференции получил памятный подарок, а лучший проект отмечен переходящим кубком. Софья Геннатулина, Кирилл Богаченко, Новости 21. Смотрите далее. Обсудили транспортную безопасность. Заседание антитеррористической комиссии провели в правительстве ЕАО. Выдержка длиною в 20 лет о жизни областного фотообщества рассказал на авторадио «Биробиджан» мэтр фото-журналистики. Вопросы транспортной безопасности и смежных инфраструктур обсудили на очередном заседании антитеррористической комиссии в правительстве автономии. На данный момент в области всего установлено 86 регулярных автобусных маршрутов. Так, например, только у муниципального предприятия «Транспортная компания» в эксплуатации находятся 23 автобуса, которые осуществляют межмуниципальные перевозки. Для предотвращения несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций и своевременного на них реагирования приняты все необходимые меры. Все транспортные средства оснащены агитационным модулем сертифицированной системы ГЛОНАСС-ЖПС. В настоящее время во всех автобусах 23 единицы установлено видеонаблюдение. Исключение автобуса, подлежащее списанию – это 5 единиц. Также в рамках пилотного проекта установлена тревожная кнопка ФГУ ООО охраны на одном автобусе. Продолжается соответствующая работа и на объектах железнодорожной инфраструктуры. Для защиты вокзалов привлечены подразделения транспортной безопасности. В целях пресечения актов незаконного вмешательства на участках железной дороги организованы мобильные специализированные группы стрелковых команд ведомственной охраны. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21. 20-летнюю историю общества фотоискусства Еврейской автономной области исследовали сегодня на Авторадио. Оказывается, после 90-х, в которой всем было недотворчество, идею возрождения объединения фотографов области подал Валерий Гершкович, в ту пору начальник городского отдела культуры. Эту идею воплотил в жизнь фото-журналист Ефим Вепринский. Под его началом общество развилось от городского уровня до областного. Да, пожалуй, уже есть основания и международным считаться. Самое интересное, что членами нашего общества не только биробиджанцы являются, там жители области, а многие бывшие биробиджанцы, которые живут за границей, такие как Владимир Кирник в Кельне живет в Германии, или Виктор Демирежицкий в Ванкувере, в Канаде, в Израиле, в Хабаровске, ну и в других городах. Есть у нас и люди, которые не жили в Биробиджане, но являются нашими друзьями и тут свои выставки экспонировали и участвуют в выставках. Как раз сейчас в ГДК работает выставка, приуроченная к юбилею фотообщества. На стенах Музея современного искусства представлены работы авторов из пяти стран и десяти регионов России, от Чукотки до Калининграда. Выставка завершит свою работу 2 июня, так что еще можно успеть почерпнуть и удовольствие, и перенять мастерские приемы в фотоискусстве, которое сегодня так актуально. Полная запись эфира с Ефимом Вепринским на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова